Всем привет! Пришли мне на тест резцы по металлу со вставками из карбида. Представьте себя! Это для токарного станка по металлу, если кто-то вдруг не знает. Я станка не имею, да и не умею с ними обращаться, но вот мой друг и станок имеет, и вообще он разбирается в токарных делах. Вот и протестим эти резцы в деле. Заказанные резцы были на сайте Banggood и обошелся весь комплект мне в 20 долларов. Приходят резцы в очень удобных пластиковых коробочках к каждому резцу. Они, кстати, из легированной стали. Есть ключ и смазаны они каким-то маслом, наверное, чтобы не ржавел. В отдельной коробке у нас идут 10 карбидовых вставок. Технические характеристики вы сейчас видите у себя на экране. Я не стал их перечислять, чтобы не сломать себе язык, а вам мозг. Да и перейдя по ссылке на товар, вы сможете ознакомиться поближе с техчастью. А я вам покажу на практике, как ведет себя сей инструмент. Для начала будем снимать небольшой слой с алюминиевой болванки проходным резцом. Скажу еще, что вставки из карбида универсальны для этих резцов, и в них используются одинаковые вставки. Продолжение следует... Как видим, проблем с алюминием не возникло, и снять небольшой слой получилось качественно и место гладенькое. Но дальше у нас будет болванка серьезная. Это кусок из рессорной стали 65Г. Кто знает, тот поймет, что это не совсем железка там какая-то непонятная. Снимать слой будем все тем же резцом. Как видим, резцы со вставками довольно качественные и справляются на ура. Из самой карбидовой вставки только окраски немного слезло, и следов износа особо нет. Это еще не конец нашим тестам, идем дальше. Ставим расточный резец и растачиваем отверстие внутри следующего изделия. Сначала думали, что не получится, так как считали, что диаметр отверстия мал, но вставка выдвинута немного вперед, той частью, которая срезает металл. И как видим, все вышло. Субтитры сделал DimaTorzok Далее у нас клапан, то ли от КамАЗа, то ли от трактора какого-то, но металл, из которого сделан сам клапан, ой какой твердый. Кстати, если знаете возможные названия этого металла, то напишите в комментариях. В общем, давайте посмотрим, как справились резцы с такой деталью. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну и финишем наших тестов будет деталь из подшипниковой стали. Будем ее с середины протачивать. Добавил субтитры сделал DimaTorzok И как видим, с проточкой даже подшипниковой стали резцы со вставками из карбида справились вообще без проблем. Раньше я мог подумать, что подобные товары будут каким-то фуфлом из-за некачественного материала, но после таких тестов я убедился, что ничего подобного и вас, надеюсь, убедил в этом. Хотя вы и сами все видели, что тут еще сказать. Все ссылки, где я покупал резцы, я оставил в описании. И если вам нужны подобные инструменты, то смело можете заказывать на сайте Banggood. Не фуфло, годнота. Если вам понравился ролик, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много интересного. Надеюсь, я был сегодня для вас полезным. А еще делитесь этим роликом в своих соцсетях. Это помогает продвижению канала. Рад был сегодня для вас стараться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok